Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Live, мои хорошие. Будем с вами обсуждать интересные моменты, обязательно смотреть до конца. Ну что ж, а уралочкины хомяки, вы знаете, поистине сошли с ума. Ну не могли они мне простить моего названия ролика, и все же они бухают. Да, как вдарились тут головой вот эти хомяки ведроголовые и побежали, а ты, а кто тебе, а ты, а что, а какое имеешь право и так далее. Мои хорошие, прежде чем мы с вами, собственно, приступим к этому обсуждению, хочу интересные моменты вот какие обсудить. Во-первых, буду делать рекламу своему телеграм-каналу, который я уже не рекламировала почти целый год, да. Как-то он у меня все завис, я им перестала заниматься. Единственное, туда скидывала просто оповещение на то, что на какие мои ролики выходят на ютуб-канале. Но в телеге можно писать и голосовые сообщения, собственно, там можно писать разного рода комментарии, да. Там нет такой цензуры, как, допустим, на том же ютубе. Единственное, сразу хочу сказать, никакой политики там быть даже не должно, это раз. И никаких реклам других каналов там тоже быть не должно, это два. Это мои условия. Да, общаться там можно без проблем, общаться там интересно, там, я говорю, можно даже закидывать голосовые сообщения. То есть очень интересно даже послушать голоса, допустим, других людей. Вот мне там сегодня девочка одна написала, Ирина, да. И просто как бы, да, действительно, интересно, еще одна такая хорошая площадка, которую можно, где можно тоже общаться, в том числе и, конечно же, на тему Уралочки. Поэтому я непременно закреплю сегодня в комментариях ссылочку, и вы можете туда переходить. Ребят, что касается хомяков Уралки. Вы знаете, сегодня были разного рода комментарии, они сегодня прямо очень перевозбудились, я говорю, особенно вот от этого названия, да, и все же они бухают, принеслись и так далее. Но был один такой, знаете, провокационный комментарий, который меня, кстати, заставил задуматься. Я, конечно, заблокировала этого комментатора, но мне, если честно, стало как-то, знаете, вот даже обидно, что я создаю какой-то свой труд, а кто-то потом берет, просто это дело слизывает, а потом кто-то заходит и действительно не понимает, а кто у кого, собственно, слезал. И вот сегодня пришла одна провокаторша, я даже предполагаю, с какого канала она пришла, но дело не в этом, и она написала, а кто у кого слизывает? Ты, мол, у нее или она у тебя, да, ну, пишут мне, причем я посмотрела этот комментатор, уже несколько таких комментов написал, а я же не смотрю все комментарии, я же не просматриваю все комментарии, а она уже писала несколько раз такие комментарии. И вы знаете, мне реально стало, да, вот как-то думаю, нифига себе, даже не брать вот эти вот обзоры по Уралке, да, даже если просто взять вот эти вот обзоры, даже пятничные, которые я снимала, где у меня было классное превью, где Уралка видеопреподавателя, где я придумала эту тему, я эту тему начала развивать, я сказала, что учитель у нас как раз-таки Уралочка, да, а вот я нашла репетитора, да, это была моя тема, которую я создала, которую я это, то есть у меня выходит один ролик, у меня выходит потом позднее ролик другой, да, жаба снова душит, а потом, собственно, мне отправляют в личку, да, аналогичные такие же названия у другого обзорщика, и понятное дело, когда человек какой-то приходит, да, он скажет, нифига себе, и у одной одинаковые названия, и у другой одинаковые названия. Я, вы знаете, все прекрасно понимаю, что как бы, да, люди все абсолютно разные, но что хочется сказать, что если вы берете какие-то чьи-то, да, чьи-то, как говорится, замутки, чьи-то темы, вы хотя бы озвучивайте, откуда вы это взяли, ну, так, на минуточку, опять же, ну, не могут два человека одновременно придумать одни и те же названия, да, опять же, у меня это было выложено с вечера, у кого-то это выкладывается утром на следующий день или в обед, ну, так некрасиво, я считаю. Я почему-то, когда брала там какие-то новости, да, из телеграм-канала той же Зины Диванчик, я всегда говорила, я зашла, эту информацию взяла у смеха, да, это было крайне редко, может быть, за три года это было всего-навсего два или три раза, но я это непременно озвучивала, я всегда озвучиваю, и даже если мне зрители пишут комментарии, зрители, не я, да, вот сейчас вот мне написали, я смеялась очень долго, что, Галь, вот эту бутылку, которую мы увидели, да, у Уралки, у Сарафана, то ли пивная, то ли винная, да, из-под вина, неважно какая, вот мне написали, Галя, они, наверное, потом скажут, что эта тетя Наташа там куролесила по кого, Уралка с Сарафаном были на морях и океанах, отдыхали, а ведь и правда, вот я, кстати, до этого не додумалась, а зрители мне несколько человек об этом написали, и мне реально стало смешно, и я вот, понимаете, я же не сказала, что вот это вот я сказала, да, мне бы было бы стыдно, честно, я, честно, не понимаю, как можно так вот в открытую брать, да, а потом приходят какие-то люди, да, кто-то приходит, провоцирует специально, но ведь кто-то приходит и вообще не понимает, скажет, нифига себе, да, и у одной, и у другой абсолютно одинаковые названия, и ведь это даже не касалось ролика Уралки, нет, ролик Уралки – это ролик Уралки, это то, что обсуждают абсолютно все обзорщики, да, точно так же, как и ролик там поберухи, ролик колеса, это то, что обсуждают все обзорщики, это немножко другое, это то, что я, так скажем, да, родила в своей голове, то, что я сказала, начала прикалываться, ах, да, теперь у нас Уралка будет преподавателем, да, теперь вот мы это, вот она сказала это, вот она про очки, я же вот эту тему как раз-таки развивала, и мы смеялись, мы сидели все ржали, а вечером я выкладываю ролик с Жаба, скоро там Жаба задушит или что-то такое, и на следующий день мне просто в личку скидывают аналогичные названия, ну, как так можно, я, если честно, что-то ничего не понимаю, я не понимаю, зачем так делать, чтобы потом вот так вот приходили и писали, ну, если кому-то это приятно, мне неприятно, приятно, может быть, будет тому, кто, как бы, а я не знаю, кто первый, а кто второй, а я-то знаю, кто первый, я-то знаю, что я эту информацию родила в своей башке накануне, блин, вечером, а кто-то ее просто переговаривает с утра и в обед, ну, так же некрасиво, а потом приходят ко мне, а мне должно быть, то есть, приятно, да, что-то ко мне должны приходить какие-то там левые чуваки и писать, а кто из вас первый? Да я, блин, наверное, я-то родила накануне, за сутки практически до этого, а кто-то просто переговорил, да я, конечно, господи, а кто же еще? Точно так же, как и надиетилась, и красопета, и худышка, и малоешка, и так далее, конечно, это ж не я все придумала. В общем, ладно, ребят, честно, неприятно, очень неприятно такие моменты, я надеюсь, я до кого-то достучусь или нет, или там вообще все очень глухо, как в танке, просто в следующий раз я, наверное, буду действовать уже более жестко. По поводу провокаторов, кстати, провокаторы, сегодня прибежала одна, которая писала до этого всего несколько комментариев, и все про политику, обсирала там одну национальность, да, я хочу сказать, что я здесь национальности не обсираю, еще раз, если кто-то не понимает, если кто-то думает, что вы будете здесь провоцировать по национальному признаку, то здесь такого не будет, я вам просто не позволю, я сразу же кинула этого человека в бан, такого здесь не будет. Здесь обсуждают конкретную пару, вне зависимости от веса, вне зависимости от национальности, вне зависимости от вероисповедания, миллион раз уже об этом говорила. В общем, друзья мои, прибежали ко мне хомяки и написали, «А-а-а, а тебе что? Не наливают? А ты что? Не пьющая?» Я, вы знаете, только юмора не поняла, а при чем здесь, собственно, я, да? Когда я начинаю рассказывать какие-то свои моменты из жизни, вот которые касаются ситуации, мне говорят, «А, хватит тут болтать, надоело нам про тебя слушать». Причем кто это говорит? Это говорит, как правило, те, кто либо, «Мои хейтеры меня терпеть не могут», либо те, которые являются уралкиными обожателем и хомяками. Так я не для вас рассказываю. Еще раз, это мой обзор. И я его буду делать ровно так, как считаю нужным его делать. Это мое детище. И я снимаю так, как считаю нужным. В плане того, какая я там из себя, мне написали, «Ты знаешь, у тебя такой голос, как будто ты уже три бутылки водки засадила». Ребята, я никогда не знала, что можно, оказывается, засадить три бутылки водки. Я, если честно, не покрепышу это 100%. Да, я могу выпить там шампанское, могу выпить Бейлис. Кстати, тут я несколько недель назад искала Бейлис, друзья мои. Оказывается, его уже у нас, вот такая я пьющая, оказывается, его уже у нас все нет больше нигде. Я так понимаю, и в связи с санкциями больше его у нас нет. Так вот, мне написали, по твоему голосу скажешь, ну, это понятное дело, хомяки-уралки, да, что ты уже засадила три бутылки водки. Ребята, очень интересно. То есть, у нас Уралка, да, вот по идее, снимает всего-навсего один ролик в день. То есть, по сути, они сняли один ролик в день, и они абсолютно свободны, они могут делать все, что угодно. Хоть курить, хоть бухать, хоть там спать весь день, да, кто-то там написал, сарафана держит руль. Да ничего его не держит. Какой к чертовой матери руль? Он не работает таксистом, чтобы его держал руль, да? Он приедет там раз в неделю на эту дачу, они запишут там 10 роликов, вернее, запишут там большой ролик, потом разделят его на несколько частей, и потом все это дело благополучно выкладывают. Все, друзья мои, на этом все, собственно, понимаете? Не ездит он туда на дачу каждый день. А если они приехали там с ночевками, они там остались на несколько дней. Вот и все, собственно. Дело даже не в этом. Какая разница, какая я? Я что, о себе влоговый канал какой-то снимаю, нет? У меня обзорный канал. А тебе что, не наливают? Начали писать мне хомяки-уралки. А зачем мне наливать? У меня вообще-то руки есть. Я не как сарафан, который в 35 лет уже настолько немощный, что не в состоянии жевать. А это еще и жевать надо, говорит сарафан. А это еще и соль потом в рот себе засыпать надо. Ну, конечно, рук-то у него нет, чтобы взять солонку и, собственно, себе посолить, да? Я не уралка, за которой надо жопу подтирать, ноги намывать и так далее, да? Я не из той категории. Я, собственно, за собой вообще-то ухаживаю, между прочим, так на минуточку, да? И если мне захочется выпить, я это сделаю. Я из себя не изображаю святую, святую какую-то белую и пушистую. Нет, я такая же, как и все. Я просто терпеть не могу лицемеров. Я не люблю наглости вот этого, знаете, вот этого всего, да? И лицемеров, которые стучат себя в кулаком в грудь и говорят, мы святые, мы не курим, мы не пьем, мы святоши. Потом, оказалось, и пьют, и курят, и все на свете, да, друзья мои. Далее, далее пишут, боже мой, боже мой, это такие святые люди, они такие хорошие люди. Ребят, ну в чем их хорошесть? Я, если честно, так и не поняла. Мне понравился очень сегодняшний комментарий. Вот такие обдугани сидят у нас в поликлиниках, которые даже анализы не понимают. Далее, далее пишут, значит, бутылку, наверное, тетя Наташа подкинула. Да, друзья мои, вот этот комментарий, конечно, был сегодня the best, я просто смеялась. Еще одна хомячиха Уралки пишет, слушать противно. Тебе самой не стыдно? Хороших людей в грязь втаптываешь ради денег, готова на все. Во-первых, хороших людей я там не вижу даже близко, это раз. Уже миллион раз объясняла, почему, да? Да, смотрите мои предыдущие видео, потом в грязь втаптываешь. Их не надо никуда втаптывать, они себя давным-давно втоптали и растоптали по полной программе. Ну а ради денег готовы на все, а вы не работаете ради денег, нет? А Уралка с Сарафаном свою никчемную жизнь показывают разве не ради денег? А они трясут вот этой деградацией своей и деградацией обдуганий, выставляя ребенка в ужасном негативном свете. Нет, не ради денег, они альтруисты у нас, оказывается, да? Интересно, на какие шиши тогда они живут, если они у нас альтруисты? В общем, да. Далее пишут мои зрители, завтра будет Уралка махать кривым пальцем и рассказывать о том, что бутылки остались от сети Наташи-блудницы. Девочки, это еще полбеды. Кабы дядя Петя, муж тети Наташи, не вставил бы тети Наташи люлей, а то еще, знаете, послушает Уралку или кто-нибудь расскажет, что там Уралочка, да, тетя Наташа обвиняет в бутылках, да, в непонятных, а еще подумает, что тетя Наташа где-то там зажигала, да-да, где-то зажигала, и еще даст тетя Наташа люлей, это будет, конечно, нечто. Ну и, собственно, вот такие, знаете, комментаторы, которые каждый раз прибегают, одна прибежала, значит, вот, сравнивать Уралочку с Поберухой, типа, не гоже, Оля, добрая и молодец. Ну, во-первых, по поводу добрая и молодец, это твое мнение, оставайся при нем, да, я останусь при своем мнении. А в плане сравнивать с Поберухой, я что-то вообще ничего не понимаю, я никого, во-первых, ни с кем не сравниваю, на Поберухе у меня обзор на Поберуху, на колесах у меня обзор на колесах, на пиратах про пиратов, и здесь у меня обзор про Уралку. Мне вообще не нужно чье бы то ни было одобрение. Если кто-то со мной в чем-то не согласен, человек высказывает свое мнение, да, высказывает мнение, но это мнение никак не может повлиять на то, что я делала всегда обзоры на Поберуху, обзоры на колес, обзоры на Уралку, я делаю на минуточку, одна из самых первых, самых первых. Помимо меня тогда был деревенский щитовод и была вот эта вот казачка. Все, больше никого не было. Кстати, опять же так, на минуточку. Так вот, друзья мои, что хочу сказать. Я, знаете, вот когда вот прибегают вот такие, я в тебе разочаровалась, да, потому что вот ты вот правильно чехвостишь Поберуху, а вот Уралка святая. Я еще раз хочу сказать, вы считаете, что все кругом идиоты, и я точно такая же дура, как вы, как Уралка? Нет. Вы приходите на мой канал изначально. Вы, вы приходите на мой канал, зная мои, в кавычках, правила игры и с ними соглашаясь. Вы пришли на мой канал, вот я говорю этой женщине, да, которая пришла на мой канал не так давно. Она видела, что у меня ролики, обзоры на Уралку в том числе. Зачем ты тогда ко мне пришла? Зачем ты тогда сидела, месяц не высовывала, сделала вид, что, знаете, она с нами, она такая же, да, 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 да. И тут она вылезла, я в тебе разочаровалась. Ну, ты прикинь мне вот твое, что очарование, что разочарование. Я вообще, вот я вообще не очаровываюсь чужими людьми, посторонними людьми. Были у меня как-то несколько раз такие моменты в жизни, и я потом очень сильно получала по шапке. Я поняла, что чтобы не разочаровываться в людях, не надо очаровываться. Если ты изначально была очарована Уралкой, Зигой, всем на свете, да, вот этим Зигованием, я имею в виду, пожеланиями сдохнуть и так далее, то какого черта ты тут из себя изображаешь, что ты пришла на мой канал, а потом... Я не потом стала делать Уралку. Я Уралку делала с самого начала, уже полтора года, как я на нее снимаю. А ты пришла на мой канал, ну, дай боже, только недели две-три тому назад. И очень удивляешься, почему это я позволяю себе... Вот знаете, вот так бывает, да? Вот я снимаю там на кого-то. Я снимала там, допустим, изначально на колес, да? Потом начала сниматься на кого-то там, ну, допустим, на поберуху. Мне начали писать, да, кто-то там, Галя, да, вот про колес я с тобой согласна. А вот про поберуху вообще не согласна. И вообще лучше бы ты в эту тему не лезла. Вы правда считаете, что я должна не лезть в эту тему? Нет, конечно же. Это мое личное дело, куда мне лезть, куда мне не лезть. Вот если я считаю нужным и интересным обсуждать эту тему, значит, я ее обсуждаю. Мне смешно, когда приходят вот такие товарищи, лишь бы что ляпнуть. Вот правда. И думают, что все такие же тупари, как и вот Уралка, и как, собственно, их вот этот вот электорат, друзья мои, да? И думают, что не-не-не, все остальные сидят, не видят. Кто-то, может быть, много чего видит, да просто не хочет, да, тыкать человека в лицо, как говорится, какими-то там, да, в какие-то моменты лицом. Вот, собственно, как-то так. Короче, обиделись на меня сегодня очень сильно Уралкина, обожатели, хомяки-ведроголовые, друзья мои, да, да. Ведроголовые, кстати, это слово тоже пошло от меня, ну так, между прочим, да. А изначально оно пошло не от меня, оно пошло, откуда я его услышала, с канала Деревенский дневник очень многодетной мамы от Поберухи, да. Поберуха там всех на нас кричала, что это мы ведроголовые, ведроголовые. А мы стали кричать вот с обзорщиками на Поберуху, что это они ведроголовые. Короче, вот так вот, друзья мои. Так вот, что касается ведроголовых, очень обиделись. Вы знаете, приняли это прям как закровную обиду, мое название, и все же они бухают. Мне просто интересно, кому какая разница. Понятное дело, что они бухают. Я уже миллион раз рассказывала, какие спиртные напитки, и поскольку бутылок стояли на каждый Новый год у Уралки и Сарафана. Но надо было быть только слепым, чтобы не заметить эти бутылки, да. Надо было быть слепым и глухим, чтобы не увидеть, что все фотографии Уралочки из ее прошлой жизни, все с бокалом, да. Без бокала нет бокала, да. Все с фужерами, все там и с водкой, и с вином, и со всем на свете. И ее похождение в эту толстую креветку, ведь тоже все с огромными вот этими пиваса. Пивас, друзья мои, да, вот как-то так. Чего они удивились, чего они так все это восприняли за кровную обиду, я не знаю. Но опять же, ребят, это не мои проблемы. И теперь я поняла, что если кто-то пишет, да, не думая о том, что вот кто на самом деле там, да, у кого что-то там берет, а мне теперь тоже нет до этого никакого дела. Раньше как-то я, знаете, была более щепетильна, не хотелось никого обидеть. Но если люди не боятся обидеть меня, тырил меня, да, а потом ко мне приходят и говорят, а может ты у нее стырил? Да, конечно. Ничего только, что я на 20 часов ранее все это дело записала, да, и придумала, не то, что это даже не по обзору Уралки было. Ну так, опять же, на минуточку. То я теперь поняла, что не-не-не, надо как-то, знаете, нафиг-нафиг, как говорится, надо уже, надо уже и зубы показывать, потому что это как-то уже выглядит со стороны вообще некрасиво. И мне, конечно, это очень обидно, да, представьте. Вы это, значит, вы это сидели, сочиняли, вы это придумали в своей башке, да, еще и превью такое сообразили, еще и название такое придумали. А я узнала, кто, да, репетитор, значит, у Уралки, да, вы эту сказку сочинили, а потом вам приходят и говорят, а это ты, а это ты стырила. И ничего, что ты на 20 часов раньше или на сутки раньше выложила. А это будешь ты. Ну да, не будешь. Хрен вам, как говорится, больше не будешь. Друзья мои, вот такой обзор. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok